Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. За время, прошедшее между третьим и четвертым уроком, я проанализировал поисковые запросы и подобрал домен. По легенде, а точнее это абсолютно реальный кейс, я буду делать сайт для иконописца, который принимает частные заказы. Возвращаемся в аккаунт на Anik.ru и смотрим, занят ли домен заказыкона.ру. Это низкочастотный запрос, но так как сегмент узкий, можно сказать, что один из самых релевантных. Ну и в принципе произносимый. Зайдите на сайт заказыкона.ру в одно слово. Домен свободен. Тут есть сложность транслитерации. Есть два способа написать латиницей – транслитерация и перевод. Если вы выбираете транслитерацию, то есть записываете русские буквы английскими, а для поисковиков это более подходящий способ, если будете продвигаться в русскоязычном сегменте, то перевод на английский вам будет мешать. Например, тут икона по-английски Icon через C, а в транслите икона через K. Для транслитерации можно воспользоваться сервисом Translate Online. Вообще их много, я пользуюсь этим. И тут есть транслитерации для поисковиков Яндекс и Гугл. Некоторые буквы могут разниться в разных системах, но икона везде будет икона. Так вот, в данном случае C может мешать, но это допустимое зло. Тем более, что продвигаться мы будем в первую очередь в поисковиках. Но иногда бывает, что вот этих неточностей так много, что от домена приходится отказаться. Еще одно важно знать при выборе домена – схожесть букв или букв и цифр. Например, 1 и L почти неразличимы при написании. Или A и J. Таким образом, ваш сайт могут скопировать, выложить с поддельным доменом, и в случае, например, с НКО, мошенники могут собирать средства от вашего имени. Сравните два домена – Miloserdiere.ru и Mi1Oserdiere.ru. Если приглядеться, конечно, разница заметна, но это только если приглядеться. Поэтому если не удается уйти от опасных букв, возможно, имеет смысл зарегистрировать и второй домен через единицу. Ну так, на всякий случай. И сделать его алясом или просто оставить в пустоте, просто чтобы его никто не купил. Опять же, это только в том случае, если есть опасность фишинга. Домен свободен, 189 рублей, но это только в первый год. Продление будет стоить обычных денег в районе 600 рублей. Так, заходим в корзину и оформляем заказ. Имейте в виду, что, ну это и так, наверное, понятно, что домен будет зарегистрирован на того, в чьем аккаунте вы находитесь. На его паспортные данные. Вот ваш заказ. Домен, напомню, стоил 189 рублей, а счет на 1600 рублей. Это потому что они понавключали сюда кучу дополнительных услуг, от которых лучше отказаться. Не буду рассказывать какие тут услуги, про что, почитайте. Я отказываюсь от всего и перехожу к оплате. Ну дальше все просто. Даже не будем на этом останавливаться. Тут только галочка с автоплатежом. Лучше ее поставить. Наиболее частая проблема с доменами — это забыть их продлить. Все. Домен у нас есть. Вернее нет, он появляется не сразу, не нужно звонить в поддержку. Пока там деньги туда-сюда перелетят, пройдет примерно минут десять. И вот он, наш домен. Можно заглянуть внутрь, но пока касаться этого мы не будем. Тут есть о чем рассказать отдельно. А вот, кстати, такой красивый сертификат у вас теперь есть. Даже за подписью. Вернемся к панели управления. Очень быстро пробежим по основным закладкам. Тем более, что их тут не так много и у любого регистратора они должны быть. Ну то есть их тут много, но реально вам может понадобиться заглянуть в личные данные. Тут информация о том, на кого оформлен договор, и в том числе тут можно поменять контактные данные. Далее настройки безопасности. Тут можно поменять, например, административный пароль. Здесь же можно установить технический пароль с ограниченным доступом. И настроить повышение безопасности. Двухфакторная аутентификация крайне рекомендую. В описании скринкаста о том, например, как это сделать с помощью Google Authenticator. Далее можно ограничить доступ по IP, то есть указать с каких IP-адресов пускать пользователей, а с каких нет. Точнее со всех остальных нет. И запрет восстановления по email. Я бы включил все три опции. Лучше в случае чего лишний раз ездить в офис, чем потерять домены. И дальше из всего многообразия вам здесь могут понадобиться только услуги по доменам. А именно номер 1, перенос доменов. Речь идет о переносе к другому регистратору. Предположим, что мы наоборот переносим в RootCenter, то есть от другого регистратора. В таком случае нам нужно ввести имя домена и код переноса. В данном случае еще и заплатить. Где взять код переноса, также известный как код авторизации или EPP-код у текущего регистратора. То есть если мы захотим уйти из RootCenter, нужно указать по какому домену или доменам нужен код. Проще всего получить его на email, но для этого сначала нужно пройти идентификацию договора. Это, кстати, несложно. Нужно подгрузить копию паспорта и дозаполнить поля. И все. По получении кода вы вводите его у нового регистратора и таким образом домен будет перенесен. Но на получение кода есть ряд ограничений. Например, судебное или досудебное решение. Поэтому еще раз повторяю, если есть потенциальная опасность разделегирования домена, регистрируйтесь сразу за границей. Но учитывайте, что и там есть юридическая часть вопроса. Правила и законы страны. Кроме смены регистратора можно еще сменить администратора, то есть владельца домена. Принять его несложно, но вторая сторона передающая сначала должна принести регистратору нотариально заверенное заявление о передаче. То есть в этом случае лучше сначала связаться с регистратором и выяснить подробности. Все-таки смена владельца происходит не очень часто.